Новости США Игоря Айзенберга В понедельник в юридическом комитете Сената начались слушания по утверждению Мэрика Гарланда, генеральным прокурором США. Гарланд уже работал в федеральной прокуратуре с 79 по 81, с 89 по 92 и с 93 по 97 год, когда он был заместителем руководителя отдела по расследованию уголовных преступлений Министерства юстиции, а затем главным советником генпрокурора. Гарланд возглавлял расследование теракта, совершенного правым экстремистом Тимоти Маквеем и его сообщниками в 95 году в Оклахома-Сити. Тогда погибло 168 человек, в том числе дети в детском саду, и затем возглавлял обвинение на процессе по этому делу. В 97 году Билл Клинтон номинировал его в федеральный апелляционный суд в округе Колумбия, судьей которого Гарланд стал после утверждения Сената. В феврале 2013 года Мэрик Гарланд стал председателем этого важнейшего апелляционного суда страны. В марте 2016 года Барак Обама номинировал Гарланд в Верховный суд США, однако тогдашнее республиканское большинство в Сенате отказалось даже назначить слушание по его утверждению, сохраняя место в суде в окатном для своего судьи. На слушаниях Гарланд подчеркнул, что будет не адвокатом президента, а адвокатом, главным юристом Соединенных Штатов и американского народа, что Министерство юстиции и вся система федеральной прокуратуры должны быть деполитизированы и руководствоваться в своей работе только законом. Гарланд очень эмоционально сказал, что его желание быть для Америки хорошим генеральным прокурором – это желание отдать долг стране, давшей убежище его бабушке и дедушке, бежавших в Америку из царской России от еврейских погромов в начале XX века. Во время слушаний по утверждению кандидатуры Гарланда демократических сенаторов интересовало восстановление независимости Министерства юстиции и прокуратуры от политики и политического влияния, следование закону при проведении всех расследований. Большинство республиканских сенаторов интересовалось, не помешает ли Гарланд расследованию расследования Раша Гейта, которое проводит назначенный трамповским генпрокурором Баром геспецпрокурор Дюром и расследованию возможных налоговых злоупотреблений Хантера Байдена. Республиканские сенаторы Грэм и Корнин добивались от Гарланда, чтобы он признал известное досье Стила о Трампе фальсификацией российских спецслужб, а ходатайству ФБР о слежке за советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем в 2016 году незаконным на основании незаконности досье Стила. Республиканский сенатор Круз прочитал Мерику Гарланду мораль о том, что он, Круз, опасается, что при Гарланде Министерство юстиции может стать слишком политизированным и о том, как это плохо. Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл заявил во вторник, что проголосует за утверждение Мерика Гарланда генеральным прокурором. Во вторник в сенате на совместном заседании комитетов по внутренней безопасности и по регламенту состоялись первые слушания, посвященные расследованию захвата Капитолия мятежниками, сторонниками Трампа 6 января. В слушаниях участвовали ушедшие в отставку после мятежа 6 января бывший начальник полиции Капитолия и бывшие руководители служб охраны порядка Сената и Палаты представителей, а также исполняющие обязанности начальника полиции Вашингтона и одна из офицеров Капитолийской полиции. Целью серии слушаний, которые будут проходить и в Сенате, и в Палате представителей, является определить, в результате чего произошел полный провал в обеспечении охраны Капитолия и порядка в нем, а также определить, какие изменения необходимо ввести, внести в законодательство и инструкции, чтобы избежать подобных провалов впредь. В ходе слушаний выяснилось, что электронные сообщения с ФБР, пришедшие вечером 5 января, о том, что участники Трампинга в Вашингтоне воинственно настроены и планируют агрессивные действия, не было даже доведено до сведения начальника капиталистской полиции. Руководители охраны правопорядка в Палатах Конгресса отрицательно относились к задействованию Национальной гвардии округа Колумбия для охраны Капитолия, считая, что это будет плохо выглядеть. Министерство внутренней безопасности не издало никакого предупреждения о том, что возможны воинственные, агрессивные действия сторонников Трампа. Когда мятежники ворвались к Капитолии и начали его захват, начальник капиталистской полиции обратился в Министерство обороны, чтобы оно срочно отправило на помощь Национальную гвардию. Но и здесь последовал ответ о том, что это будет плохо выглядеть. А затем в течение нескольких часов размышления, согласования и в итоге Национальная гвардия появилась у захваченного сразу после 14 часов Капитолия только в 17 часов 40 минут. Республиканский сенатор Джонсон из Висконсина продолжал развивать на слушаниях свою теорию о том, что Капитолии захватили некие замаскированные под сторонников Трампа провокаторы, которые специально провоцировали капиталистскую полицию. В общем, неудивительно, после того, как Джонсон в бытной с 3 января 2019 года до конца января 2021 года председателем Сенатского комитета по внутренней безопасности занимался расследованием так называемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году и расследованием так называемой коррупции Хантера Байдена в Украине и Китае. Когда человек делает своим основным занятием расследование мифических историй, то ему необходимо все время сочинять новые мифические истории по известному принципу. Чем безумнее миф, тем скорее в него поверят. На следующей неделе сенатские слушания продолжатся, и в них примут участие представители Министерства обороны, насколько можно понять и бывшие, и нынешние. Предельник Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Трампа на решении нежестоящих судов о том, что его налоговые декларации за 8 лет, финансовые документы, на основе которых эти декларации составлялись, а также вся переписка, касающаяся их составления, должны быть переданы составляющей декларации компании Мазерс в Большой жюри Манхэттена в соответствии с требованием окружного прокурора Манхэттена Сайруса Венса. Трамп оспаривал это требование прокуратуры давно. Сначала его адвокаты утверждали, что президент обладает абсолютным иммунитетом, и ни он сам, ни все, что его касается, не может быть объектом расследований. Летом 2020 года Верховный суд постановил, что абсолютного иммунитета президента не существует. Но Трамп может оспорить повестки из Большого жюри, как и любой гражданин, на основании иных причин. Адвокаты президента подали новый иск, утверждая, что требование прокуратуры слишком широкое и политически мотивированное. Окружной суд иск Трампа отклонил. Апелляционный суд его также отклонил. В октябре 2020 года Трамп подал апелляцию Верховный суд. Видимо, логика Трампа была довольно примитивной. Если он усадил в кресло Верховных судей трех своих назначенцев, да вдобавок там еще два крайне консервативных судьи, то суд его поддержит. Однако тот максимум, который мог сделать для Трампа Верховный суд, это затягивание решения на 4 месяца, чтобы не принимать его ни перед выборами, ни когда Трамп оспаривал их результаты, ни во время импичмента. Никакого другого решения, кроме как отказаться рассмотреть апелляцию Трампа, суд принять не мог. Он и принял это решение единогласно. Не важно, что в суде три назначенца Трампа и еще два очень консервативных судьи. Важно то, что все они прежде всего судьи, назначенные на пожизненные должности. И вне зависимости от своих философских и политических взглядов, они все очень квалифицированные юристы. И они прекрасно понимают, что если отказать прокуратуре расследующие уголовные дела в получении налоговых деклараций и сопутствующих документов одного гражданина, подозреваемого в налоговом мошенничестве, прокуратура никогда не сможет больше получить ничьи налоговые декларации, поскольку все суды будут ей в этом отказывать, ссылаясь на прецедентное решение Верховного суда. И, конечно же, этого Верховные судьи точно допустить не могли. Бывший президент разослал в медиа заявление, в котором назвал расследование Нью-Йоркской прокуратуры, цитата, «продолжением беспрецедентной в истории политической охоты на ведьм». Конец цитаты. Трамп также снова объявил, что выиграл выборы, что он будет бороться и что мы победим. Налоговые декларации Трампа за 8 лет, финансовые документы, на основе которых они составлены, внутренняя переписка компаний Мазерс по поводу этих деклараций, а также переписка компании с Трампом и его представителями, будут переданы в Нью-Йоркское большое жюри уже на этой неделе. Это терабайты информации, в которых предстоит разбираться прокурором и следователем. Прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс отреагировал на решение Верховного суда лаконично, написав в Твиттере «Работа продолжается». В понедельник у Белого дома прошла памятная церемония и минута молчания в память о 500 тысячах американцев, жизнь которых унесла пандемия коронавируса. В церемонии приняли участие Джо Байден и Кэмэла Хэррис с супругами. Байден выступил с речью, в которой выразил глубокое сочувствие всем, кто потерял близких людей. Во вторник состоялась онлайн-встреча Джо Байдена с премьер-министром Канады Джастином Труделл. Во встрече приняли участие также вице-президент Хэррис и несколько министров с обеих сторон. Джо Байден заявил после встречи в частности, цитата, судили нашу работу с нашими европейскими союзниками по укреплению трансатлантической безопасности, включая выполнение наших обязательств, взятых в Уэльсах. Мы также договорились модернизировать североамериканское командование воздушно-космической обороны, которое до сих пор является единственным в своем роде двусторонним военным командованием. У Соединенных Штатов нет более близкого и важного друга, чем Канада. «Наши страны имеют близкую географию и историю, которые навсегда связывают нас вместе. Но наши ценности имеют для нас еще большее значение». Сразу несколько ведущих медиа сообщили в понедельник и во вторник, что администрация Джо Байдена готовит санкции против России. Это санкции, которые планируется ввести совместно с европейскими союзниками в ответ на отравление Навального и санкции в ответ на хакерскую атаку России, в результате которой была взломана электронная почта многих американских министерств и десятка частных компаний. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на брифинге на вопрос одного из журналистов, фактически подтвердила эту информацию. Псаки заявила, что разведсообщество продолжает по поручению президента анализ действий России и по его окончании последуют действия. Она сказала, что ответные действия будут осуществлены в момент, когда США сочтут, что они принесут наибольший эффект. Однако добавилось, что вопрос ответных действий – это вопрос не месяцев, а недель. Спасибо всем, кто посмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США. Игорь Азенберг за 22-23 февраля читал Юрий Рашкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова